Я приветствую Берлин, я приветствую движение «За мир». Меня зовут Юрген Эльзеса, и я работаю для народа. Мы находимся сейчас почти с точностью до одного дня, через сто лет после начала Первой мировой войны. Опять на грани адского пекла, которое на этот раз может быть уже атомным. И как выстрелы в Сараево были поводом для большой резни 1914 года. И так же может и сейчас случиться, если мы, черт побери, не будем крайне осторожны, чтобы сбитый позавчера пассажирский самолет малазийской компании не послужил бы предлогом для Третьей мировой войны. Как же мы докатились до этой пропасти? Ответ на это понятен. Это была вина НАТО и в особенности США. Мирный и обоснованный протест в Киеве в декабре. Подстрекатели разожгли до грабежей и гражданской войны. И посланница Обамы по делам Европы, Виктория Нуланд, сама призналась, что США вложили 5 миллиардов долларов в разжигание украинского кризиса с девизом «Fuck to EU». Используя пучистские методы, нарушая Конституцию, привели к власти новое правительство. И в этом правительстве есть 5 радикально правых министров, которые настолько радикально правы, что наши немецкие неонацисты по сравнению выглядят как кружок по разведению кроликов. Эта киевская хунта ведет войну против своего народа на востоке Украины. И это был киевский министр обороны, вернее, так называемый министр обороны, который в начале июля сказал, что больше тысячи так называемых сепаратистов были убиты его войсками. И он еще этим и гордился. Это путь к геноциду. Это натофашизм. И Германия должна отказаться от поддержки правительства убийц в Киеве. Позавчера был сбит пассажирский самолет малазийской авиакомпании на востоке Украины. Почти 300 человек были убиты. Где скорбь по этим людям? В наших СМИ я не вижу скорби. Напротив, я вижу только использование этих убитых, которых используют для разжигания новой войны против России, которая будет с еще намного, намного большим числом погибших. Это позор. Сегодня кричит с главной страницы газеты Бильд заголовок большими буквами «Виновен Путин в смертях этих погибших?» Нет, вы подстрекатели. Путин не виноват в смертях. Путин отвел свои войска. Путин подписал все договоры мирного урегулирования, которые ему предложил министр иностранных дел Германии Штайнмайер за последние дни и месяцы. И Путин всячески призывал выполнять все эти договоры. А вот ты, Штайнмайер, ты позволил этим НАТО-фашистам в Киеве нарушить все эти договоренности. Штайнмайер — это дудка Обамы, из которой вылетают миролюбивые тона, но вся эта музыка в целом воспевает войну, которую готовит США. Что касается сбитого Боинга, дорогие граждане, мы же не наивные новички. Большинство из нас предполагали уже, что могут организовать такую провокацию. Потому что США боятся, что Европа откажется участвовать в этой войне. И США также боятся, что Германия обозлится на США из-за нового шпионского скандала. И как раз в этот момент падение Боинга и случилось. Эти совпадения должны же настораживать. И опять упал самолет малайзийской компании, как и четыре месяца назад. Что вообще тут происходит? Интересны следующие факты. Киевский авиадиспетчер, испанского происхождения, наблюдал, как непосредственно перед тем, как самолет сбили, его сопровождали три украинских истребителя. В британской газете Guardian можно было вчера прочесть, что украинский военно-транспортный самолет летел прямо над пассажирским Боингом. Видимо, чтобы спровоцировать с собой огонь с земли. Интересен также факт, что самолет президента Путина, возвращаясь с встречи Бритц в Латинской Америке, пересек траекторию полета малайзийского самолета, который через 38 минут пролетал в том же месте над Польшей. Они перепутали ли над Пучистой в Киеве цель своего нападения. В настоящий момент невозможно адекватно прояснить происшествие. Но я хочу напомнить о событиях в прошлом, которые заставляют задуматься. Как это было в 1980-м? Сбитый итальянский самолет над островом Устица в Средиземном море с более 80 погибшими. Многие годы потом утверждали, что это был якобы Каддафи, чтобы настроить мир против Ливии. Но сейчас уже известно, что так называемые приверженцы теории заговора были с самого начала правы. Это уже доказано документами и решением суда, что тот самолет над Устицей сбили НАТО. Позор, НАТО! Или давайте рассмотрим случай сбитого иранского самолета над Персидским заливом в 1988-м с почти 300-ми погибшими. Его сбили с американского военного корабля. Это доказано. Американцы за это даже не извинились. И, конечно же, не выплатили никаких компенсаций. Позор, США! Я хочу еще напомнить о том, что в нашей стране практически никому не известно, а именно, что в октябре 2001-го года над Украиной уже один раз сбивали русский самолет. Тогда самолет сбили в результате учения украинского флота в Черном море. И тогда тоже погибли 80 человек. Но никто в Германии не помнит этого происшествия. Это же были всего лишь русские. Это российское освещение событий для того, чтобы настроить людей против наших восточных соседей. И в этом мы не должны участвовать. Люди, мы не позабыли и 11 сентября 2001-го года. 11 сентября было провокацией. 11 сентября это мать всей лжи. Тогда 3000 человек в основном граждане США были стерты в порошок чтобы обосновать глобальную войну администрации Буша. И это была секретная операция под управлением американских спецслужб. Позор американским спецслужбам. И те, кто способен организовать такое, как 11 сентября, те способны сбить и малазийский Боинг на востоке Украины. Это преступники и они способны на все, если это понадобится. В этой сложной ситуации на породе Третьей мировой войны это, черт возьми, обязанность каждого порядочного немца препятствовать и бороться против разжигания войны с Россией. Если нас чему-то научила история, то это тому, немцы и русские больше никогда не должны никому позволить настроить себя друг против друга. Всегда, когда немцы и русские были вместе, неважно, при Бисмарке или при Вилли Бранте, то всегда было хорошо не только обоим народам, но и всему континенту, всей Европе. И поэтому я мысленно сейчас с людьми на Донбассе, с теми защитниками населения на востоке Украины, которая находится в опасности и которая защищает свои жизни и свою родину от натофашистов. В особенности хочу передать привет Маргарите Зайдлер, немки, которая присоединилась к ополчению Донбасса и сейчас находится в котле Донецка. Удачи вам, Маргарита, и вашим соратникам. Берлин передает привет Донецку. Вместе за мир! Дорогие друзья, мы должны осознать, что мы с вами находимся в особенной ситуации. Германия все еще оккупированная страна. и оккупантами являются Соединенные Штаты Америки. И эти оккупанты навлекают на нас еще и издевки и насмешки вдобавок к нашему позору оккупации, тем, что они не только нас всех прослушивают, но еще они и прослушивают даже их самых верных вассалов, канцлера Меркель и вдобавок США засылают еще шпионов в наше министерство. Такому невыносимому и позорному положению дел нужно положить конец. Германия должна стать снова суверенной страной. Что это означает? Немедленное возвращение немецких солдат с американских фронтов по всему миру. И не только с Афганистана, но и с Балкан, и с Африки, и с Рога Африки. Урсула фон Даляй, министр обороны, верните наших ребят домой. И далее закрыть все американские военные базы на немецкой земле. В особенности центр агрессии Рамштайн, но и также американского командования беспилотников убийц в Штутгарте. Американцы, уходите домой! И еще эта тема сейчас актуальна и всем знакома. Запрет всех американских спецслужб на немецкой земле. Закрытие представителей АНБ и ЦРУ в Германии. Американские граждане, музыканты, предприниматели, мирные граждане, как мы, здесь вам всегда рады. Но вся эта банда американских военных и спецслужб, тут я скажу только одно. Давайте, ребята, отправляйтесь домой. В связи с этими событиями Германия должна стать опять суверенной. И вместо ЕС мы нуждаемся в союзе равноправных народов. От Португалии до Владивостока. Мы народ и у нас это получится. Спасибо.